В отличие от искусственных языков и от специально созданных термин и систем, где каждому термину соответствует ровно одно значение, каждое значение выражается ровно одним способом, в любом естественном языке большая часть лексики многозначна. Особенно это касается активной части лексики, активного словаря в том, что мы используем чаще. Ну еще ЦИП в 40-е годы 20 века описал закономерность, состоящая в том, что есть корреляция между частотностью слова и количеством его значений. Вот если посмотреть первый том активного словаря русского языка, выходящего в 2014 году, то мы видим, что меньше четверти вокабул этого словаря имеют всего одну лексему. Ну то есть там меньше четверти слов с единственным значением. Большинство слов имеют 2, 3, 5, иногда 10 и даже больше значений. Более того, даже те слова, которые в этом словаре представлены как однозначные, на самом деле имеют по нескольку значений, просто многие значения менее общеупотребительны и ограничены какой-то одной сферой, каким-то социальным слоем или какими-то еще особенностями. Ну скажем, слово афиша как лицо, такое жаргонное именование, слово бык как такой человек с особым стилем поведения, слово байка как название предмета одежды распространено в некоторых регионах, слово бомба как шпаргалка. Почти любое слово, даже не самое активное, какие-нибудь значения развивает. Таким образом, приходится признать, что большинство слов имеют много значений. И если для носителя языка это не так часто составляет проблемы, то для компьютерной лингвистики, для обработки текстов эта проблема колоссальная. Потому что каждый раз система должна определить, какое именно значение имеется в виду в данный момент. И, конечно, главная опора для такой задачи это контекст. Потому что мы обычно говорим не одиночными словами, а предложениями и текстом в целом. А в тексте определить значение слова уже гораздо проще. Если перед нами многозначное слово, ну вроде там слово пост, то само по себе оно может иметь много значений. Но в контексте сразу понятно. Держать пост это один пост. Написать пост это другой пост. Стоять на посту это еще один пост. Получить пост это еще один пост. И такого рода задача вроде бы решается легко. Хотя не любой контекст, конечно, позволяет различить значения. Скажем, мой пост уже не очень понятно, какой из описанных перед нами. Человеку всегда проще, чем системе обработки текстов. Потому что человек, помимо контекста, собственно, текста, находится еще и в ситуации, в той же, в которой говорящий и слушающий, находится в одной и той же ситуации чаще всего. И они понимают, о чем речь. Ну скажем, если кто-то говорит, я закрыл кран, то вообще говоря, не очень понятно, что может это значить. Но мы видим, если перед нами крановщик, который там идет на обеденный перерыв, то вот он закрыл вот этот самый кран. А если перед нами человек в ванной комнате, то он закрыл водопроводный кран. Но само по себе словосочетание закрыть кран будет неоднозначно. Нужна ситуация или какой-то более широкий текст, чтобы было понятно, о чем идет речь. Или знание о том, что частотные, какие краны чаще закрывают, водопроводные или строительные, а может быть, и еще какие-то. Такая информация тоже позволяет различить значение слов. Впрочем, и такой ситуационный контекст тоже не всегда помогает. Ну, есть много тому примеров. Когда мы говорим, я распечатал письмо, то все зависит от того, когда эта фраза произнесена. Потому что в классической литературе распечатать письмо значит открыть конверт, снять сургучную печать. В современном мире распечатать письмо скорее значит запустить файл на принтер и распечатать письмо, пришедшее по электронной почте. Есть забавная история о том, как некоторый математик, занимавшийся графами, оставил на столе свою статью, его увидела, эту статью увидела его жена и очень удивилась. Там было написано, переберем ребра графа Делоне. Ну, практически все слова в этой фразе употребили не в том значении, которые были привычны жене математика. Потому что граф это не человек, а математический объект, ребро это его часть. Переберем, это значит рассмотрим по отдельности, ну и так далее. Есть такие фразы, которые, понимание которых зависит от поколения. Я тестировал на школьниках фразу, мне удалось кое-что вытянуть из посудомойки. И они мне говорили, ну да, вот есть посудомоечная машина, я вытаскиваю оттуда какие-то застрявшие объекты посуды. А фраза на самом деле из романа Агаты Кристи, где речь идет об информации о человеке, у которого эта информация содержится. То есть и слово вытянуть, и слово посудомойка употреблено не в тех значениях, но контекст не всегда позволяет это определить. Таких примеров много. Наконец, бывают ситуации, когда контекста просто нет. Может быть, эта ситуация реже встречается в коммуникации, люди очень редко так говорят. Но в современной жизни, тем не менее, такие ситуации есть. Скажем, какие-нибудь рекламные объявления или какие-нибудь вывески. На вывеске написано одно слово, и не всегда понятно, что именно имеется в виду. Вот сейчас очень часто есть такая вывеска «порошок». Что это такое? Какой порошок? Что это значит? Что с этим надо делать? Другая ситуация – это запросы в поисковую систему. Когда мы вводим запрос, мы часто вводим одно слово, сами-то мы понимаем, что мы хотим. А вот в поисковой системе догадаться неоткуда. Если я пишу «банки», то я кто? Либо я хочу поменять, скажем, деньги, и мне нужно понять, какие банковские организации находятся неподалеку, и мне надо выдавать одну поисковую выдачу, либо я, скажем, человек, который хочет варить варенье, и мне нужно понять, где подешевле достать, там, на двухлитровые или какие-то еще банки, контекста никакого нет. Контекст есть только, если знать «кто я». Вот знание о том, кем является человек, произносящий то или иное слово, во многом определяет то, в каком значении это слово, скорее всего, употребит. Тем самым актуальны такие разного рода психолингвистические эксперименты, которые показывают, как расположены в голове у человека значения многозначных слов, с какой вероятностью то или иное значение, высказавши на него первым или не первым, что имеет в виду человек, когда он произносит многозначное слово. Потому что, если исключить разного рода каламбуры, какие-то художественные тексты, человек имеет в виду всего одно значение, ничего другого ему самому даже и в голову не приходит. В современной компьютерной лингвистике есть много подходов к выделению разных значений – автоматическому, полуавтоматическому и ручному. Ну, конечно, чем больше ручной работы, тем это более трудоемкая задача, поэтому предпочтение дается автоматическим способом. Здесь очень помогают корпусные методы, корпуса текстов, потому что в больших корпусах встречаются слова в разных значениях. И чем это значение чаще, тем чаще и встречается. Такие разные значения автоматически собираются в кластеры, такие вот наборы значений. И эти алгоритмы позволяют многим программам автоматической обработки текстов примерно определять, какое значение имеется в виду. Хотя пока у таких программ очень много ошибок, потому что задача это все-таки очень трудная. Ну и лексикографу, который хочет описать многозначное слово, работа с корпусом позволяет очень много узнать о языке. Вот возьмем, скажем, слово «вышка». В словарях приводится одно-два значения этого слова, но если мы посмотрим корпус, причем не просто будем подряд листать примеры, а будем исследовать наиболее частотные контексты словосочетаний, так называемых биграмм, словосочетания из двух слов или даже триграмм, сочетания из большего количества слов, то мы увидим сразу несколько разных значений. Ну, скажем, стоят вышки – это одно значение, прыгать с вышки, а, скажем, получить вышку – это другое значение. Это может быть либо высшее нервное наказание, особенно если это что-нибудь входит, схлопотать вышку, либо это может быть высшее образование, такое в разговорном языке возникшее значение. Если мы видим сочетание «по вышке», то самые частотные слова здесь – это экзамен по вышке, преподаватель или даже препод по вышке – это высшая математика, тоже разговорное значение, которое далеко не всем известно, но людям и занимающимся, студентам, для них это значение актуально. Соответственно, анализ корпусных контекстов позволяет выделять много новых значений, актуальных для какой-то части носителей языка. А значение слов у разных носителей языка, принадлежащих к разным социальным возрастным группам, довольно существенно различается. Наши эксперименты показывают, что это касается даже самых простых слов. Какие значения приходят в голову человека, когда он слышит то или иное слово. Скажем, слово «автомат». Значение телефон-автомат. Ни один современный школьник нам не приводит. Зато зачет автомат, который приходит в голову практически любому студенту, не приходит в голову другим людям. Слово «банан» все опрошенные молодые люди видят у него значение такое плавательное средство, которое вот встречается на разного рода курортах, хотя в словарях его обычно нет. Зато в словарях приводятся брюки банана и юбки банана, которые очень мало кому известны из современных носителей языка. Значит, нельзя сказать, что в голове у человека сосуществуют все эти значения. У разных людей разные. Если продолжать пример со словом «банан», то есть еще такая оценка «банан». Для кого-то это двойка, для кого-то единица. Исторически единица, потому что банан на нее похож, но когда единицы перестали ставить, стали ставить, скорее только двойки, бананами стали называть двойки. Но нет такого человека, который оба значения знает. Для кого-то банан двойки, для кого-то единицы. Получается, что лексическая многозначность, она относительна. У каждого в голове свой набор значений. Интересным образом такие разные наборы значений выявляются, когда люди играют в языковые игры. Вот есть игра в шляпы, когда люди объясняют друг другу слова. Если это люди разных поколений, они часто не понимают друг друга, потому что у каждого в голове свое значение слов. Вот недавний пример – это слово «рампа». Один человек объяснял рампу как то, что существует на театральной сцене, там огни рампы, а другой понимал только то, что актуально для скейтбордистов, для велосипедистов. Это такой элемент структуры, который нужен для разного рода упражнений. Это разные значения слова с одним происхождением, но очень мало людей, у которых оба они актуальны. Исследования такого рода вещей кажутся полезными для разных задач. Для создания словарей, конечно, и даже таких современных динамических словарей, словарные статьи в которых и их наборы меняются в зависимости от наших задач. Хотим ли мы увидеть общие употребительные значения, значения актуальные для той или иной части общества, для людей того или иного возраста, того или иного региона, потому что эти значения оказываются разными. Наконец, есть различия профессиональные, потому что многие слова специалисты и неспециалисты понимают по-разному. Ну вот я приводил пример со словом «мимоза». Мимоза для обычного носителя языка – это желтый цветочек, который дарят на 8 марта, а для биолога – это акация серебристая, а мимоза – это совсем другой фиолетовый цветочек. Слово «предплечье» в анатомическом смысле – это одно, а в бытовом смысле часто другое. Орехами быту называют совсем не тот набор съедобных объектов, которые называют биологи, и с этим связаны сложностью, потому что, когда я говорю врачу, что у меня аллергия на орехи, что я поднимаю под орехами, может очень различаться. С точки зрения биологии ни кедровые, ни миндаль, ни арахис орехами не являются, а с точки зрения моей аллергии являются, потому что у меня аллергия на то, что в языке, в русском языке называется орехами. Так что описывать такие вещи иногда просто жизненно важно. Аллергия на орехи – это очень серьезная вещь. Если я слышу фразу «надо отжать сцепление», то, как показывает опыт, для одних, скорее для специалистов, отжать сцепление – это значит нажать на сцепление, а других, наоборот, отпустить сцепление. Это тоже довольно важное различие и существенное просто, если ты едешь, когда тебе кричат, что надо сделать. Бывают и такие случаи противоположных значений, так называемая энантиосемия. Таким образом, все мы знаем, что языки членят мир по-разному. Даже родственные языки часто имеют разные наборы слов, значений слов одного и того же происхождения. Это же касается и диалектов, но и, как выясняется, это же касается просто одного и того же языка, но разных его разновидностей социальных, профессиональных, гендерных и, наконец, просто идеолектов. Короче говоря, у каждого человека свой набор значений слов. Когда эти вещи будут описаны, у нас появится качественно другое описание многозначности слов. Субтитры сделал DimaTorzok